Ростелеком предлагает своим клиентам новую услугу видеонаблюдения. Благодаря ей в режиме реального времени можно контролировать происходящее в доме из любой точки мира, где есть интернет. Какими еще новинками радует Ростелеком, узнаете прямо сейчас. Я же Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Услуга видеонаблюдения – простой и недорогой способ держать ситуацию дома под постоянным контролем. На экране компьютера или смартфона в онлайн-режиме можно увидеть, чем занят ребенок и его няня, как чувствуют себя пожилые родственники, как продвигается ремонт и все ли хорошо в квартире. Видеокамера позволяет осуществлять съемку в темноте, фиксировать движение и улавливать звук. Видеозаписи в архиве можно хранить в течение семи дней. На базе iOS и Android есть приложение, которое для пользователя абсолютно бесплатно. Подключается камера тоже самостоятельно, мы это попробовали сделать, у нас это заняло 5 минут времени. То есть она автоматом, когда скачивает абонент приложения, находит Wi-Fi-сеть, прописываются пароли, через QR-код она подсоединяется. В вопросе безопасности детей могут помочь умные часы. Главный плюс устройства в том, что через мобильный телефон в режиме онлайн можно отследить местоположение ребенка, а также позвонить на эти смарт-часы, чтобы проверить обстановку вокруг малыша. При помощи мобильного приложения для iOS и Android можно заранее определить зону безопасных перемещений. При выходе ребенка из определенной мгновенно сработает смс-оповещение родителей. Также в приложении включается датчик снятия с руки, чтобы, соответственно, вы могли видеть, когда ребенок снял, случайно руки помыть, либо же специально. Кнопка SOS, она же кнопка выключения, ребенок сам выключить часы не может. Пока часы как бы вот не выключатся, сами у него батарейка не сядет, он их выключится. Соответственно, если он будет стараться выключать, к вам придет уведомление SOS. Коробочный продукт, видеонаблюдение и детские умные часы можно заказать на сайте rt.ru или приобрести в Центр продаж и обслуживания Ростелекома. Рифат Фаткулин, Александр Петров, Республика.